Полезный город Кирилл Шевученко Для того, чтобы задуматься о том, а что мы увидим, когда глянемся назад после завершения процесса. И для этого, собственно говоря, мы сделали этот фильм, чтобы осталась какая-то память от того, с чего начиналось и куда мы пришли. Я очень надеюсь на то, что года через два, через полтора, возможно, мы сделаем еще серию фильмов, чтобы отследить вообще процесс создания новой отрасли в Российской Федерации. Отрасли до сели не существовавшей. Отрасли по переработке опасных промышленных отходов. Чтобы, грубо говоря, наши дети могли вспомнить и посмотреть, с чего начиналось. Как объекты уничтожения химического оружия превратились в становый хребет новой отрасли по переработке отходов. Ведь сейчас эти отходы выбрасывают, сливают в реки, выбрасывают в поля, в леса, скрывают. А из этих отходов можно получить что-то полезное. И мы будем это делать. И для этого мы работаем. И для этого мы снимаем фильм, который может рассказать людям, привлечь внимание людей. И, может быть, сделает так, что ребенок спросит у своего отца, который работает на производстве. Папа, когда у тебя получаются отходы опасные промышленные в процессе производства какого-то полезного продукта, ты что с ними делаешь? Вот в фильме рассказывают, что его надо сдавать и перерабатывать. А ты что делаешь? Ты выкидываешь или ты поступаешь по закону? Вот тоже и вот это направление в фильме. Ну вот смотрите, да, я тоже фильм посмотрела. То есть очень много информации, как раз то, о котором мы тут говорили и до этого, в эфирах, и зимой, и постоянно об этом говорим. Вот этот образовательный какой-то компонент для того, чтобы люди понимали, для чего создаются все эти предприятия, то есть к чему мы должны прийти. Если вот вы говорите о том, что в дальнейшем, возможно, будете тоже делать еще какие-то такие же работы документальные на эту же тему, правильно ли я понимаю, что это будет некий процесс? То есть вот точка, из которой мы начали, когда у нас перерабатываются, сколько, полтора-два процента максимум, мы сравниваем с Европой, где 98% отходов уходит в рециклинг. И, ну то есть какая-то серия фильмов, я не знаю, чтобы была вот начальная точка и то, к чему мы стремимся, к то, к чему мы пришли. То есть это вот как-то прям поэтапно будет, чтобы можно было проследить развитие этой сферы в России? Дарья, вы только что прямо рассказали концепцию, которая у меня только начинает складываться в голове, а вы уже все рассказали. Да, я очень хочу этого. Я хочу, чтобы мы поэтапно рассказывали населению регионов, всей стране о том, что мы делаем. Мы не хотим скрывать, мы не хотим прятаться за секретностью, за вредностью, за опасностью. Мы хотим сделать заводы, на которые будем водить экскурсии школьников и показывать. И, понимаете, если мы ставим перед собой такую цель, мы не можем сделать плохой завод, мы не можем сделать вредное производство. Мы обязаны сделать красивое, современное, экологически безопасное производство по переработке отходов с получением полезных продуктов для промышленности, чтобы мы могли приводить туда школьные экскурсии и рассказывать про химические процессы, про термические процессы. В конце концов показать детям тонну чистой ртути. Просто вот она занимает объем, извините меня, 10 литров. То есть 10-литровые колбы весят тонну. Но это же очень интересно. И это безопасно. Ну вот смотрите, да, если говорить об экскурсиях, там в фильме фигурирует австрийский завод. И если я правильно понимаю, это тот самый завод, на который ездили в свое время и представители Кировской области. Показывали там на его примере, как это все должно работать. Вот этот австрийский завод, он вошел в фильм, потому что это вот некий пример, то, к чему стремится экологический оператор, то, как это должно работать. Должно работать лучше. Даже лучше? А австрийский завод, на который ездили общественные деятели, экологи, активисты, ученые. Это завод, созданный 40 лет назад. Я не могу сказать, что наука прям вот скаканула вперед. В принципе, наука-то фундаментальная, никуда не делась. Процессы те же самые. Аппаратное исполнение, скажем так, шагнуло вперед. Автоматизация шагнула вперед. Материалы ведения шагнуло вперед. Вот у нас теперь будет завод подобный Венскому, но если мы говорим про термическую обработку и переработку отходов, то лучше будет. Будет лучше. Ну, вы смотрите, да, в фильме тоже вот есть представители научного сообщества, в том числе молодежь. Идешь, не испытываете дефицита, да, в каких-то там кадрах для того, чтобы делать лучше? Соответственно, должны быть люди квалифицированные, кто все это знает, кто знает, каким будет мир. Я не знаю, там через 5-10 лет может это планировать, может это предвидеть все. Дарья, очень хороший вопрос. Дело в том, что мы, помимо того, что выполняем поставленную задачу, мы смотрим вокруг себя, мы оглядываемся и мы смотрим вперед в будущее. У нас создан, скажем, назовем его консорциум высших учебных заведений, в том числе и ВИАДГУ, Кировский, входит для того, чтобы были созданы кафедры. На кафедрах были созданы места для абитуриентов и впоследствии для аспирантов именно по переработке промышленных отходов класса опасности 1-2. То есть мы создаем кадры ученые. Это ВИАДГУ, это Менделеевский университет в Москве, это Саратовский государственный университет, это Ижевский. То есть вот такой конгломерат научных кафедр будут снабжены бюджетными средствами. Возможно, будут от нас, как от технологического интегратора, будет поддержка материальная, дополнительная. И студенты смогут учиться именно отрасли переработки отходов. Это очень важно. Помимо всего прочего, вы знаете, Росатом открывает школы, которые финансируют, которые снабжают оборудованием в тех регионах, где расположены объекты, значимые объекты Росатома. То же самое будет в Кировской области. То есть в Мирном будет открыта школа при поддержке Росатома. Компьютерные классы, программы, переподготовка учителей, преподавателей. Возможно, какие-то материальные бонусы для состава преподавателей. Мы будем воспитывать кадры как аппаратчиков рабочих, так и технологов и ученых. По всему спектру. Да, вот смотрите, там с кадрами, это понятно. Но вот следующий вопрос, может, несколько тоже завязан на этом. Вы в фильме призываете инвесторов заходить на площадку. Вот на ваш взгляд, насколько реально вообще в современной России привлекать инвесторов на такие площадки? И как думаете, кто больше будет заинтересован? То есть какие-то крупные предприятия уже с каким-то наработанным опытом, известные вам? Или здесь можно сделать ставку на какие-то стартапы, на молодежь, на тех, кто буквально недавно-недавно вышел только в большое плавание? Вы знаете, я совсем недавно открыл для себя новую тему. Это импортозамещение по малотоннажному химическому производству. Я в нее погрузился, углубился и понял, что это золотое дно. Это то, куда должны стремиться стартаперы. Это то, куда должны стремиться молодые ученые. У нас на территории России ментол не производится. Вот химическое вещество ментол не производится на всей территории Российской Федерации. Используется оно, я не знаю, от жвачек до лекарств, до пищевых добавок и так далее. Ну, ментол, ну, все запах знают там. Ну, конечно, да. А его не производят в России. А для того, чтобы производить ментол, нужна установка, которая поместится, грубо говоря, в двухкомнатной квартире. Вот такие площади мы... Да, но, понимаете, для того, чтобы химическое производство разместилось в двухкомнатной квартире, надо, чтобы этажом ниже была канализация водоснабжения, этажом выше электроэнергия газоснабжения, в соседней квартире вентиляция, да, то есть вот то, что сопутствует, скажем так, химическому производству на любом заводе. У нас это есть. У нас площадка индустриальная. Она снабжена газом, электричеством, канализацией, ливневой канализацией, стоком, очисткой воды, подачей достаточного количества энергоносителей, помещениями для персонала, для бытовыми помещениями. То есть само производство, да, оно разместится там на 60 квадратных метров, но для этого нужно вокруг иметь инфраструктуру. Она у нас есть. И мы готовы предложить свободные площади своих объектов для таких малотоннажных производств. И вот программа импортного замещения, которая сейчас существует в Министерстве промышленности и торговли, я считаю, это прям вот то, что надо. То, что надо. Туда зайти может каждый. Как стартапер, так и существующие научно-исследовательские организации, какие-то производственные объединения, не обладающие достаточными промышленными площадями. У нас они есть, пожалуйста. Да, ну вот смотрите, вам можно даже, я не знаю, от лица там федерального экологического оператора, может быть, снять еще какой-то один небольшой фильм, да, и перечислить, скажем так, ребята, нам нужен ментол, нам нужно одно, второе, пятое, десятое. Добро пожаловать. Да, Дарья, это к Министерству промышленности и торговли. Все-таки. Ну да. Все-таки туда. Так, к фильму вернемся. Покажут его один раз. Напомню, это 13 июля, 15.00 на телеканале «Россия-24». А будете как-то презентовать эти фильмы? Ну, то есть, если речь идет о Макировской области, то, условно говоря, в Мирном, да, чтобы местные жители как-то, может быть, централизованно их собрать и показать им вот этот фильм, потому что, как правило, люди, кто живут рядом с этими объектами, то есть, они больше всего беспокоятся, больше всего интересуются, то есть, как это будет все происходить. Ну, вы знаете, если говорить о жителях Мирного, то мы с ними встречаемся на регулярной основе. И я уверен, и поддерживаем связь. У нас организована общественная приемная. То есть, они знают о своем объекте гораздо больше, чем мы успели вместить в хронометраж фильма. То есть, они уже в курсе. Они в курсе. Они в курсе. Они ждут этого объекта. Хотят начала его работы. Ждут начала стройки. Потому что это большое дело. Это большое и полезное дело. Спасибо большое вам, Кирилл, за рассказ. Это был Кирилл Шелученко, начальник управления экологического инжиниринга Федерального экологического оператора. А у нас на связи второй гость. Это Елена Потанина, ведущая фильма, документалист и юрист. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались вообще вовлечены в работу над фильмом? Занимаетесь ли вообще проблемой отходов? Или это был для вас первый такой опыт? Совершенно первый опыт. Но, надеюсь, не последний. Потому что с темой переработки отходов раньше сталкивалась только на интуитивном уровне. Понимала, что отходов много, что есть опасные отходы, и с ними нужно что-то делать. И когда получила предложение принять участие в фильме, который рассказывает о новых предприятиях, которые могут появиться в России в ближайшее время, высокотехнологичные предприятия, которые будут заниматься, собственно, переработкой отходов первого и второго класса опасности, с большим удовольствием и удивлением вникала в тему. И в первую очередь, общаясь с людьми, понимала, что есть огромное количество вопросов у местных жителей. Будет ли опасно? Будет ли, возможно, вред для экологии? А что будет с нашей вяткой, когда в нее попадет, возможно ли, попадет вода, переработанная с этих предприятий? И, соответственно, эти ответы на вопросы, которые я получила в ходе работы над фильмом, мне очень понравились. Ну вот, смотрите, получается, так или иначе, Кирилл Шелученко, с которым мы до вас общались, он все равно напрямую связан с федеральным экологическим оператором. Есть люди, которые давно вовлечены в тему отходов. И вот вы, по сути, получается, человек независимый, сторонний, когда общались с людьми в мирном, как они вообще относятся? Какие чаяни высказывают? То есть вот эти опасения по поводу загрязнения вятки, насколько у них к вам доверие было, насколько доверие к федеральному экологическому оператору? Знаете, главное, о чем говорили абсолютно все люди, это нам не хватает информации. У нас остаются вопросы. Мы хотим знать, поговорите с нами. Я знаю, что огромную работу коллеги проводят для того, чтобы эта информация была. Надеюсь, что наш фильм тоже поможет людям получить ответы на волнующие их вопросы. Ну, во всяком случае, когда мы его делали, первой и самой главной для нас задачей было именно предоставить информацию в понятном, наглядном виде. А как думаете, насколько вообще важно освещать в целом тему отходов, да, и бытовых, и промышленных? И с какого возраста вообще нужно начинать работать с этой темой? То есть готовить, я не знаю, например, отдельные образовательные фильмы для взрослых, для подростков, школьников? Мне вот, например, тема раздельного сбора мусора вообще попалась однажды в мультфильме для совсем маленьких детей. И всё равно ведь для каждой категории нужен какой-то свой подход, свой язык. Даже вот в рамках одной, я не знаю, возрастной категории, условно говоря, одно дело рассказать человеку с профильным образованием, да, как будет работать предприятие, и совсем другое дело какой-нибудь бабушке в мирном в том же самом. Вот вы при подготовке фильма как-то учитывали, я не знаю, простоту языка? То есть как действительно вот эти вещи все доносить до людей, чтобы стало вот понятно? Вы, пожалуйста, бабушек в мирном не обижайте. Они там ого-го какие, знают очень много и очень хорошо разбираются. Ну, конечно, язык повествования очень важен. И, конечно же, иногда у нас чиновники любят так завернуть и такие сложные конструкции произнести, что, в общем, и слушать не хочется. Я понимаю, что тема переработки отходов, она, ну, суперактуальна. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Мы все отсидели на карантине и поняли, что нужно как-то нам иначе начинать жить, что никогда не знаешь, откуда появится опасность. И мне кажется, что нам планета немного намекает, что, ребят, давайте поосторожнее, давайте бережнее, пожалуйста, с нашими ресурсами. И в этом смысле эти свалки, которые есть, не санкционированные, и эти преступные совершенно предприниматели, которые сливают отходы в реки, отравляя все на своем пути. А свалка, которую мы в Подмосковье нашли, когда лампы, ртутные лампы, они просто сброшены в строящемся комплексе, где теперь не то, что нельзя строить новые дома, там в радиусе трех километров грибы собирать нельзя, потому что одна лампа отравляет пространство, равное футбольному стадиону, а там их просто дикое количество. Ну, я так понимаю, как раз вот этот кусочек вошел в фильм, да? Да, это наши уважаемые зрители в фильме могут увидеть своими глазами. Ну, и, знаете, когда видишь вот такую ситуацию, ты понимаешь, что этим правда нужно заниматься. И хорошо бы, чтобы этим занимался кто-то ответственный, кто будет отвечать за все циклы и сбора, и транспортировки, и переработки этих отходов. И, конечно, то, что этим может заниматься Росатом, это, ну, очень здорово. Я знаю, Росатом я не понаслышке, видела многие их проекты, и это, конечно, очень впечатляет. Ледоколы, плавучая атомная электростанция, и АЭС просто расположены и в разных частях света. И вот безопасность, это, я бы сказала, их конек. Это то, на что они всегда делают огромную ставку. Это здорово, что такие предприятия будут работать, будут позволять людям, малым предпринимателям, на этих территориях, вот этих кластеров, да, новейших, безопасных, заниматься своей деятельностью. То есть речь идет о сотрудничестве в рамках предоставляемых мощностей. Мне кажется, что это такая история, которая в полет в 21 век. Ну, нельзя просто взять и выбросить то, что отравит природу. А потом этой природой пользуются нашим детям, внукам. Ну, мы же не можем оставить им вот эти вот испорченные леса, поля, реки. Нет, значит, нужно заниматься. Ну, а если заниматься, то уж раз и навсегда глобально, безопасно и честно. А были ли вещи, которые удивили во время подготовки материала для фильма? Что-то, чего вы не знали или не до конца осознавали масштаб? То есть, я так понимаю, вот эти вот ртутные лампы, да, вот эта свалка была большим сюрпризом. Ответила на этот вопрос. А сами вы придерживаетесь принципов, не знаю, какого-то там разумного потребления? Возможно, сортируете мусор, организуете? Или появилось желание организовать, например, помогать там в организации сбора тех же самых ртутных ламп? Нужно сказать, что после работы над этим фильмом я отказалась от пластиковых бутылок раз навсегда. Вот совершенно не хочу покупать ничего в пластике. Установила себе фильтр. По возможности в магазине отказываюсь от пакетов, от пластиковых коробок. Сейчас вижу, какое количество масок и перчаток валяются в городе. И, конечно, стремлюсь выбросить все это в специальный контейнер для вторсырья. А тяжело вообще дался вот этот переход? Потому что вот в Кирове у нас только-только начинают вводить раздельный сбор мусора. Есть какие-то дома, кто там принимает пилотное участие. И вот дом мой тоже попал. И вот с 1 июля мы вроде бы должны сортировать. Я смотрю на соседей, смотрю на себя. И вот мы все как-то никак не соберемся с духом, чтобы, я не знаю, поставить дома там 3 ведра для картона, для пластика и для обычных отходов. То есть для вас насколько этот переход легко дался вам? Я не могу сказать, что я сейчас все делаю по науке, так как это делала, например, в европейских странах. И понятно, что в нашей стране раздельный сбор отходов, он только-только начинается. И понятно, что бытовые отходы – это часть проблем. Что гораздо более серьезная история – это промышленные отходы. Потому что там и количество другое. Ну, вы представляете, поменять лампы, ну, условно, одной больницы, сколько этих ламп получится. Вот здесь, конечно же, очень важно не только грамотно выбрасывать дома ртутный термометр, если он разбился, но и грамотно утилизировать лампы и другие виды отходов. А их ведь множество. То есть мы говорим не только о батарейках, термометрах или лампах. Нет, отходов на самом деле очень много. И предприятия любые их производят. Да будь там аккумулятор автомобильный, что угодно. Ну, действительно, любое промышленное крупное предприятие. Да, да, все это требует бережной утилизации. И, конечно же, начинать нужно с себя, каждому. То есть потихонечку приспосабливаться к новому образу жизни, но и глобальным образом эти процессы обустраивать, чтобы не только каждый человек был сознательным, но и вся система работала. От мал до велика. От персонали до крупного бизнеса. Затронули уже немного эту тему. Сейчас чуть-чуть поподробнее. Вот в фильме мне как-то выделилось два таких основных направления. Первое, это непосредственно проблема утилизации отходов в России. Второе, это то, как будут и должны работать те предприятия, которые сейчас готовятся. Наверняка вы общались с большим количеством специалистов, пока готовили эту картину. Насколько действительно это все будет современно и что главное для людей безопасно? Здесь, на мой взгляд, очень важно, как построен процесс и кто за все отвечает. Я точно знаю, что на предприятиях будет замкнутый круглый оборот воды. То есть вода, например, не будет попадать в окружающую среду. Отходов как таковых будет минимум, что отходы станут сырьем. И это новая экономика, это очень важно. Вот то, что сейчас мы считаем мусором, в будущем будет важным сырьем, из которого можно делать дороги, можно повторно использовать. Но это же здорово, когда ты не выбрасываешь, а перерабатываешь и дальше впускаешь в производство. Это экономит и ресурсы планеты, и деньги. Но это правда. Завтрашний день – это то, к чему нам всем нужно идти. Это был вопрос. Смотрите, для примера, многие люди, кто живут в зоне действия этих предприятий, рядом с этими предприятиями, в регионах, где расположены эти предприятия, часть людей высказывается против. Потому что опасаются каких-то экологических проблем, еще чего-то. Вот вы после того, как поработали над картиной, пообщались со всеми специалистами, вот лично вы стали бы опасаться жить рядом с таким предприятием или нет? Потому что уверены, что вот все прям там будет безопасно. Я знаю, что вокруг нас, например, в Москве я живу, вокруг меня есть огромное количество предприятий фармацевтических, которые по роду своей деятельности, если вдруг, не дай бог, что-то пойдет не так, представляют огромную опасность. Но давайте же рассчитывать на то, что люди, которые строят эти предприятия, думают о безопасности. И понятно, что у нас достаточно сложное есть наследие, что мы мало кому верим, что мы, когда слышим о том, что будут построены новые предприятия, в первую очередь думаем, а, возможно, это для обогащения тех, кто строит. Нет, нужно немножечко попробовать перебороть себя и послушать тех людей, которые новые предприятия строят. И посмотреть документацию, она ведь есть в доступе. И увидеть, что технику для этих предприятий закупают на лучших аналогичных предприятиях по всему миру. Что опыт зарубежных стран показывает, что подобные предприятия работают, ну, например, в Австрии, мусороперерабатывающий завод просто в черте города, столице Вены. Он красивый, безопасный, рядом люди виноград выращивают. И нет у них никаких проблем. И давайте верить, что и у нас не будет, потому что есть те, кто озаботился, проектировал, считал, выбирал, где закупить. Ну, не для того, чтобы обогатиться, а для того, чтобы сделать, как полагается сделать. И в этом, кому-то еще раз подчеркну, очень важно, кто занимается. Если занимается РСА, там, значит, перспективы отличные, значит, будет безопасно. И, конечно же, если бы подобное предприятие было построено неподалеку от моего дома, я бы, зная, кто был его строитель, нет, не испытывала никаких волнений. Кирилл Шелученко говорил о продолжении работы в этом направлении. Готов федеральный оператор дальше снимать подобные образовательные фильмы. Вам хотелось бы продолжить работу в этом направлении, возможно, дальше поучаствовать в съемках, то есть уже поснимать готовые предприятия, как это работает. Мне очень интересно увидеть, как будет выглядеть это предприятие, когда оно из проекта станет реальным объектом. Я с нетерпением жду возможности побывать на таком предприятии, увидеть все своими глазами. Елена, спасибо большое вам за беседу, за ваш рассказ. Это была Елена Потанина, ведущая фильма, документалист и юрист. Елена, до свидания, спасибо вам. Спасибо и хорошего просмотра. Полезный город Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова